Одесский апелляционный суд признал главу Затокского поселкового совета виновным в нарушении антикоррупционного законодательства. Соответствующий иск подала Белгород-Днестровская прокуратура, действия которой поддержали активисты Рады Громадько и Беспеке. Подробнее расскажет Александр Палуев. Под апелляционным судом на Гайдара немногочисленный митинг с громкой музыкой и плакатами о необходимости иллюстрации. Сегодня произошло беспрецедентное явление, ну как минимум в Одесской области. Впервые активная общественность города пришла поддержать действия прокуратуры. Прокуратура начала постепенно наводить порядок в действиях, скажем так, киваловской банды. Прокурор Белгород-Днестровского района посчитал, что во время одного из заседаний поселкового совета Затоки глава собрания допустил нарушения, на которые местный суд просто закрыл глаза. Это вызвало негативную реакцию общественности. Пришлось обжаловать. Протокол мой был составлен в отношении Затовского сельского главы Звягинца Василия Ивановича за то, что он нарушил антикоррупционное законодательство в части того, что не сообщил сессию, на которой он приседательствовал, о наличии конфликта интересов. Местный суд Белгород-Днестровский закрыл это производство, не посчитав, что в действиях Звягинца есть правонарушение. Мы обжаловали это решение в апелляционный суд, и вот сейчас на ваших глазах было вынесено решение, в котором наша апелляция удовлетворена. Звягинцев признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 870 гривен. Приговор окончательный обжалованию не подлежит, подчеркнул прокурор. Александр Полуев, Алексей Сорокин, 7 канал.